Ом намо Бхагавате, Васу Девая, Ом намо Бхагавате, Васу Девая, Нарай нам намаскритьям, Нарам Чаева, Нароттамам, Дэвим, Сарасватим, Вясам, Татуджая, Тудирает, Нашта праешта бадришу нитям, Бхагавата сэвая, Бхагавате утамашлу, кей бхактир бавайте наштики, Ари Кришна, сегодня мы обращаемся к Агнатараджимат Бхагавату, седьмой песня, десятой главе, третьему стиху. Бриття лакшана джигья сур, бхактам камешачо дая, балансам сара биджешу, придая гранхишу прабху. Перевод и комментарий Его Божественной Милости от Чебактовиданта с вами Прабхупады. О мой Господь и Повелитель, зная, что семена вожделения, представляющие собой главную причину материального бытия, есть в сердце каждой обусловленной души. Ты послал меня в этот мир, чтобы показать всем, как должен вести себя чистый преданный. Комментарий Его Божественной Милости. В Бхакке Расамрито Синху подобно рассказывается о преданных, относящихся к категории ниття-ситх и ниття-исадана-ситх. Ниття-ситхи приходят в свои кунхи в материальный мир, чтобы на своем примере показать его обитателям, как стать преданным. Те, кто живет в материальном мире, могут взять пример с таких преданных и обрести стремление вернуться домой, к Богу. Ниття-ситха нисходит в свои кунхи по распоряжению Верховной Личности Бога и своим примером учит других, как стать чистым преданным, а не обгелашит ашуням. Хотя ниття-ситха приходит в материальный мир, он остается безразличным к его соблазнам, и материальные наслаждения его не привлекают. Именно таким преданным ниття-ситхой, махабхаватой, был Махараджа Прохлада. Прохлада родился в семье демона Хероняка Шипо, и тем не менее его никогда не привлекали мирские удовольствия. Желая, чтобы все поняли, как должен вести себя чистый преданный, Господь стал предлагать Махарадже Прохладе различные материальные благословения, но Прохлада не принял их. Своим примером он показал, как ведет себя чистый преданный. Иными словами, Господь посылает своего чистого преданного в этот мир, не из корыстных побуждений. И чистый преданный тоже приходит сюда не ради достижения какой-то материальной цели. Когда сам Господь воплощается в этом мире, он не поддается на мирские соблазны и занимается, и не занимается материальной деятельностью. Он лишь показывает своим примером, как обыкновенный человек может стать преданным. Аналогично этому, ващна, в который приходит материальный мир по указанию Верховного Господа, своим поведением показывает людям, как им обрести чистую преданность. Поэтому все живые существа вплоть до Господа Абрамы должны учиться у чистого преданного. Ома гена тимирандася, генанда наша лакая, чакшурум мили там гената смайши гуревей намага, шри чейтаням нобештам, стапитам ена бутале, своям рупакадамахям дадатисва падантикам, ванча колпатарубьяшча, крипасинхубья эйвача, пати то нам паваны пьявашна выпьямяму намага, джаща крипшна чайтаня прабу нитянанда, вредвайты кида дхараши васаде гора вактавринда, ри кришна, ри кришна, 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 ри, ри, ри рама ри рама 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 рама, ри, ри. Субтитры создавал DimaTorzok Бхаван Самсара Ви Джешу Бхри Дая Гранд Хишу Прафо О мой Господь и Повелитель, зная, что семена вожделения, представляющие собой главную причину материального бытия, есть сердце каждого обусловленной души. Ты послал меня в этот мир, чтобы показать всем, как должен вести себя чистый, преданный. Итак, Вархлада Махарадж, проявляя благоразумие, как чистый преданный Господа, говорит о том, что в сердце каждого живого существа, находящегося в материальном мире, есть семена вожделения, которые являются причиной его продолжительного пребывания в материальном мире. И также очень смиренно, понимая, для чего он находится здесь и в каком положении он сам, он говорит Господу Нарисим Хадеву о том, что он знает, по какой причине он здесь. И этим он должен проявлять еще большую бдительность, чтобы выполнить все обязанности, возложенные самим Господом на своего чистого преданного, который приходит в материальный мир, для того, чтобы показать другим, как нужно правильно действовать и как можно таким образом прийти назад, вернуться назад, домой, к Богу. В комментариях к этому стиху Щила Павпада Милостиво объясняет нам, что есть две категории — ниття-ситхи и садана-ситхи. Это удивительный момент, когда мы имеем возможность иметь представление о положении этих двух категорий, о различии в положении этих двух категорий и понять, к какой категории все-таки относимся мы, и какие уроки нам необходимо вынести из наставлений Господа, проявляемого в этом замечательном производении, Шримад Бхагаватам. Ибо он наполнен повествованиями о деяниях Господа и его чистых преданных, которые приходят сюда вместе с ним в этот материальный мир, для того, чтобы помогать Господу участвовать в его лилах и таким образом проповедовать славу Верховной Личности Бога. Нам очень важно понимать разницу этих двух категорий, ибо в это время нам иногда очень тяжело ориентироваться, какую Личность мы можем принять за чистого преданного, а кого мы таковым пока не можем считать, пока. Но Шилл Праупада делает упор в своих комментариях на объяснение понимания нитя-ситхи, и сегодня я хотел бы также предложить обратиться немного рассмотреть положение садана-ситхи, что немаловажно для нас, потому что, не обладая изначальным знанием, обладая непроявленным знанием, которое живет в сердце каждого человека и живого существа, мы, идя на поводу своих чувств, очень часто принимаем чистых и искренних преданных за чистых преданных, таким образом, обманывая себя и доверяя себя изначально не совсем тем Личностям, которые бы могли нам, может быть, в лучшей степени помочь продвигаться правильно по этому пути. Поэтому садана-ситхи относятся к категории нитя-батх, вечно обусловленных жив, находящихся в материальном мире, в отличие от нитя-ситх, которые всегда освобождены и приходят в материальный мир с определенной целью. Вечно обусловленные, значит, много миллионов лет жизни, находящихся в этом материальном мире, они проводят в своем существовании, в разных телах, выполняют разные виды деятельности. Но у такой живы появляется возможность прекратить свое материальное существование, когда она становится на духовный путь и переходит в категорию садхаки, о чем мы тоже поговорим немного позже, того, кто находится уже на пути к совершенству. И как встать на этот путь совершенства духовного прогресса помогает нам понять прохлады Махарадж на своем примере своей жизни, небольшой жизни, но очень настоящей жизни, ту жизнь, которую мы должны принять с первой секунды, того момента понимания, когда мы увидели, что с нами не так. Тогда нам есть кому обратиться и взять пример. Читание Чиритамрити, Мадхалели, 5 главе, 113 стихе, Чиллопраупада в комментарии объясняет, помогает нам объяснить это понимание нитья ситхи. Он говорит, хотя нитья ситха не сходит в материальный мир и кажется обычными людьми, они никогда ни при каких обстоятельствах не забывают верховную Личность Бога. Такова отличительная особенность нитья ситх. Из двух категорий живых существ нитья ситх и нитья бах. Первые никогда не забывают о своих отношениях с Верховной Личностью, так как вторые даже до возникновения материального мира находятся в плену материи. Нитья бахи — это те, кто предал забвению свою связь с Верховной Личностью Бога. Такова часть комментариев Чиллопраупады. Интересно, что он здесь говорит, что вторая категория нитья бах, даже до возникновения материального мира, находятся в плену материи. Это значит, когда материальный мир ещё не создан, и материальные вселенные на выдохе Махавишну не проявились, не вышли из пор его тела, они всё это время находятся в спящем непроявленном состоянии и ждут момента, когда у них будет возможность вновь приступить к своей деятельности и вновь получить возможность освободиться от оков этого материального мира. По воле Верховной Личности Бога нитья ситха живёт в материальном мире, как обычный человек. Об этом говорит Чиллопраупада в комментариях к этому стиху. По воле, то есть он всегда следует воле Верховной Личности Бога. И с виду он напоминает обычного человека, однако единственным его занятием здесь является проповедь славы Господа. Таким образом, нитья ситха полностью отличается от нитья бадх, обыкновенных людей. Но садана ситхи, как и нитья ситхи, относятся к категории совершенных преданных, в отличие от нитья бадх. Мы об этом сейчас поговорим подробнее. Чтобы не запутаться в этих терминах, попытаемся понять, что те два термина, которые даёт нам в комментариях Чиллопраупада, садана ситхи, нитья ситхи, имеют определённое положение. И в комментариях к 13 стиху этой главы Чиллопраупада прибегает к помощи Чиллвишна Чакавадь Такура и делает ссылку к нему, где объясняется, Есть две категории совершенных преданных – садана ситхи и нитья ситхи. Махараджа Прохлада является одновременно и сатана ситхой, и нитья ситхой. Его совершенство объясняется и тем, что он занимается преданным служением и тем, что он совершенен вечно. В этом Махараджа Прохлада подобен Нараде. Нарадамуни в предыдущей жизни был сыном служанки, и благодаря своему преданному служению он в следующее жизни достиг совершенства – садана ситхи. Но вместе с тем он нитья ситха, потому что никогда не забывает Верховную Личность Бога. Удивительное пояснение, помогающее понять, как практика бхакти-йоги помогает человеку из обычной души, которая совершенно забыла Бога, нитья Бхакхи, вспомнить о своей природе, встрепенуться от этого долгого сна и встать на путь служения, пример которого приводят в комментарии. Нам в бхакти-йоги вешеновато черковать это аккор. Поэтому возвышенного преданного подобного Прохлады Махараджи называют Дживан Муктай. Он освобожден уже в этой жизни, в материальном теле, то есть он родился освобожденным. Находясь в отрубе матери, Нара-даму не сразу понял, кого носит жена Кероняка Шипу в своем чреве, простите, в своем теле, кто должен был родиться. Поэтому он не дал Индре возможность совершить оскорбление и таким образом взял под опеку беременную женщину, которая носила в себе чистого преданного. Таким образом, Дживан Мукта — это тот, кто уже родился освобожденным в этой жизни. Так же, как и Шукады Благослами и много других примеров приводятся в шастрах. И как бы ни стремился человек избегать дурных поступков, этот мир так устроен, что в нем нас всегда отстегают какие-то опасности. «Падам, падам, я отви падам». Поэтому даже у того, кто занимается преданным служением, может появиться много недоброжелателей. Так произошло и с Махарадшей прохладой. Родной отец прохлады стал его врагом. Кришна поместил его в эти условия, чтобы он показал, как преданный в условиях похожими на наши сегодняшний как век Кали-юги, когда большинство людей неблагочестивые и у них нет никакого знания о Боге, будет действовать, что этот материальный мир не мешает сознанию Кришны и не может никак повлиять на него. И Богу материальной природы не способны овладеть такой дживой, находящейся в сознании Кришны. Преданные должны научиться все время думать о Верховном Господе, как это делал прохлада Махарадши. Его медитация на Господа никогда не прекращалась, именно поэтому находясь в разных опасных ситуациях, когда его сбрасывали со скалы, кидали к змеям, под ноги стаду слонов пытались отравить, он не думал о последствиях своего тела, он знал, что Кришна всегда находится с ним и всегда защитит его. Поэтому это и происходило. и только в этом случае такого преданного никогда не коснутся страдания, которые обычно приходят из-за прошлых дурных поступков. Шимати Кунти Дэвид также просила Кришну дать страдания для того, чтобы все время находиться в памятовании о нем, ибо когда она помнит о нем, он защищает поэтому Кришна говорит в 18 главе 66 стихе «Предайся мне, сорва дармам паритяджа, и я защищу тебя от всех последствий твоих прошлых поступков, мокша ища, мокша ища, я дам тебе освобождение от этого всего». Он полностью предается Господу и тот, то есть сам Господь с удовольствием защищает его от всех последствий его прошлой деятельности. Читание Черетамрити в Матхиреллии в 11 главе 89 стихе Челова Павпада дает такие комментарии. «Всегда поглощенные преданным служением Господу, они не имеют ничего общего с материальным миром. Тот, кто денно и ношно служит Господу и никогда не забывает его, именуется Нитя-ситхой». Щедарупа Гасами подтверждает это. Человек, который служит Кришне своим телом, умом, разумом и речью, является освобожденной душой, даже если находится в материальном мире и на первый взгляд занимается разнообразной материальной деятельностью. Это стих из Баккера Самли Татасинхо 1.2.187. Поэтому преданный всегда думает, как лучше служить Господу, Кришне, Верховной Личности Бога и как проповедовать Его имя, величие, качество, деяния по всему миру. у нитя ситхи нет другого дела, кроме как в меру своих сил проповедовать Господа во всем мире. Поэтому чистые преданные, приходя сюда, находясь в цепи ученической преемственности, показывают своим примером, как это нужно делать наяву благодаря своему очару. и у нас есть замечательная возможность брать такой пример с Его Божественной Милости, а чьи Бхагдавиданта сами проповедовали. Это та Личность, чей пример изначально с первых шагов ставшего на путь Бхакти должен быть на самом первом месте перед его лицом для того, чтобы идя след в след, делая как поступает сам очария, говоря говорит очария, проповедовать так, как проповедует очария, наша первостепенная задача. Но для этого нам нужно получить знание, как определить такую Личность, как не обмануться, как не предаться обманщику. Больно смотреть, как многие преданные в порыве любви и отношений с какими-то старшими преданными называют их чистыми преданными. Дело не в ложном эге, когда кому-то завидно, что кто-то чистый, а кто-то нечистый. Нам важна более высокая сфера понимания, которая выше этих материальных сопоставлений и рассуждений. Мы должны определять такие Личности относительно критериев, которые дают шастры. Только тогда мы не сможем быть обманутыми, ибо тот, кто идет за гуру обманщиком, сам будет обманут и пойдет в ад за таким гуру. Много примеров в истории, когда это происходило. Поэтому преданных проповедующих славу Господа следует почитать как нитя-ситх и не относить их к числу обусловленных душ. Недавно нам посчастливилось получить похожий подобный опыт только по отношению к Ришне, когда один человек, занимающийся всевозможными, как он говорит, духовными практиками, не имеющего отношения с духовным, на самом деле сказал нам, что Кришна читал я вашу Бхагавадгиту, он достиг своего положения только потому, что сам следовал всему тому, что говорит. То есть у людей нет знаний и понимания относительно каких критериев они должны делать выводы и кому предаться. Они предаются Блаватской, они предаются материальным методам психологии, тренингам и многим другим вещам, которые не могут идти в сопоставление с духовными науками и являются лишь фрагментарными проявлениями здесь материальными чистого послания Кришны, которое дается нам. Мамчайов ябхичарина бхакт-йоги насываты сагуна саматидья тан брахма бхуяя кхалпаты как объясняется в Бхагавадгите Кришны в 14 главе 26 стихе тот, кто вышел из-под влияния трегун природы считается достигшим уровня брамана. Это и есть уровень нитя-ситхи. Нитя-ситхи не только находится на уровне брамана, но и действует на уровне брамана. Просто признав этот факт, что приближенные Господа Чайтани и Махабрабу являются нитя-ситхами, говорит в комментарии Шиила Прабхупада, можно без труда вернуться домой, к Богу. Точно так же следуя настроению, сознанию и деятельности нитя-ситхи, можно тут же обрести его качество, как это произошло с Гопи Вриндавана. Все они находились на разных уровнях преданности Господу. Но как описывается в Шимадбагаве 10, 29, 9, в комментарии Чайлопарупада пишет, в ту ночь, когда Кришна заиграл на флейте, мужья попытались их остановить, однако по милостивому вмешательству Йогамайи, то есть внутренней энергии Кришны, эти садхана, ситхи, Гопи, вместе с нитья, ситхами Гопи, смогли прийти на свидание со своим возлюбленным. То есть когда мы следуем чистым преданным, мы автоматически очищаемся и обретаем качество таких личностей, которые преданы Господом. И таким образом Кришна позволяет нам то же самое, что Он позволяет своим чистым преданным, с которыми у Него уже давно сложились эти отношения, любовные отношения, взаимообмена через пять раз. Удивительный пример. И поговорим теперь о саданаситхе, чтобы понять еще больше эту разницу, как можно стать нитья ситхой и как можно стать саданаситхой. В чем есть все-таки это разница. В Шимадбагава там 3.26 комментарии Широправопада пишет, существует несколько категории преданных, среди которых выделяют две основные нитя ситха и саданаситха. Преданные нитя ситхи никогда не попадают под влияние материальной природы, хотя иногда и не сходят в материальный мир, чтобы исполнить миссию Господа. Об этом мы сейчас с вами как раз говорили. Тогда как саданаситхами становятся преданными из числа обусловленных душ. то есть нитя бах, то, с чего мы практически начинали. Садана бахты делятся на чистых преданных и тех, к чьей преданности примешиваются элементы кармы гьяны. То есть тот, кто находится на пути саданы, бахты, которые находятся на этом пути, они делятся на две категории. На чистых преданных, то неукоснительно следует этому процессу. И они классифицируются, возводятся в категорию садана бахт. и те, кто стоят на этом пути садана бахты, но имеют примесь личных желаний, оставшихся, как самскары, еще в их сердце, ибо Пархлада Махарадж говорит в этом стихе, что семена вожделения находятся в сердце каждого живого существа в этом материальном мире. Поэтому Шрилопрабхупада и делает нам такое объяснение, что у них есть, в их сердце есть элементы кармы и гьяны. И последние, то есть те, кто имеют вот эти примеси, находят удовлетворение в кармической деятельности или увлекаются эмпирической философией, но деятельность чистых преданных свободна от подобных примесей. То есть когда мы смотрим на кого-то и хотим понять, к какой категории он относится, это не является главной задачей, но она очень важна, потому что мы связаны с другими отношениями и как строить отношения мы должны понимать относительно правильных критериях. если мы видим, что, как говорит в комментарии Шрила Праппупада, они примешивают свою деятельность, эмпирическую философию, увлекаются, как бы, может быть, немного и добавляют ее, то такой вид деятельности не является чистым, а соответственно шикша такой личности даст неправильные плоды, потому что это преданный сам еще до конца не освободился от техонар, поэтому передавая что-то он будет передавать и с этими семенами шикши семена порослей сорняков, которые тоже присутствуют, то есть они еще плохо очищены. И так можно привести пример деятельности на разных уровнях, описанных в комментариях, то есть эти две категории не действуют по-разному. Но примеры, на которых мы должны сравнивать, конечно, должны браться из шастер, там, где мы можем увидеть этот контраст, на примере данных священных писаний. В комментариях к Шимадбхагаватам 10.8.50 приводятся примеры к разным результатам, хотя, как кажется, внешне все они стремятся к одному и тому же. Внешне кажется, что преданы очень серьезен. новичок, когда приходит и видит преданного со стажем 20-30 лет, он думает, что можно безоговорочно предаться и сразу следовать его наставлениям. Однажды я был свидетелем, когда новенький, перешедший на воскресную программу увидел, что не все находятся в духовной одежде, в храмовой комнате, и он спросил, а почему не все одевают духовную одежду? и один из старших преданных таких, который как раз был без духовной одежды, сказал, я ее и так одеваю у себя в уме, Кришна знает, Он в моем сердце. Главное, что я пришел сюда и сейчас нахожусь здесь. Мне пришлось вмешаться в такую беседу, но без участия младшего преданного чтобы поставить точки нады и показать, насколько мы можем ошибаться. Поэтому нам очень важно самим следовать неукоснительно этому пути садана бахти, в котором мы будем обязаны делать все до запятой, даже не понимая, что мы делаем и что мы получим, но просто следуя хотя бы, то очень скоро наше сердце очистится и Кришна прольет такую милость, дав возможность получить это знание. И на самом деле разница в материи, то, о чем я и хотел бы сказать. Поэтому приводится в комментариях к этому стиху 10, 8, 50. Всякий раз, когда Кришна появляется в этой мире, ему якобы нужны отец и мать. дрона Идхара появились на земле до него в образе Махараджи Нанды и Яшоды. В отличие от Сутапы и Пришни, они не совершали суровых аскез, чтобы стать отцом и матерью Кришны. Такова разница между нитя-ситхой и садана-ситхой. садана-ситхой нам предстоит еще стать следуя по этому пути и беря пример с тех, кто чисто показывает, как это нужно делать. Пример сегодня перед нами это Шиллапраппупада. Пример сегодня также перед нами это вся Гурупа Рампара, через который передается нам это знание, ибо в обведении к Бхагавадгите Шиллапраппупада специально в конце описывает поименную передачу этого знания нам, чтобы мы понимали, что это не какие-то выдуманные эпизоды или личности, что это не какие-то условности, что это личности, которые приходят, чтобы помочь нам, и почему мы должны отказываться от этой помощи, которая дается нам фактически бесплатно. Нам нужно заплатить только очень маленькую толику, это просто следовать этому. Кришна так милостив, что Он терпит и видя даже то, как у нас иногда не получается, Он всегда дает нам вдохновение через примеры. Поэтому Шива Прабхапада вменил нам каждый день читать Священные Писания, ибо даже если мы потеряли веру в преданных, кому были привязаны, брали Шикшу в гору и систему, читающим от Бхагавата, мы все равно будем возвращать эту веру. И через призму гуру-шастры-саду будем понимать, какой личности мы можем предаться. Поэтому об этих категориях шастра говорится достаточно много. И это объясняет Шила Прабхапада в предыдущих стихах. Он говорит, что есть два типа совершенства нитя-ситхи и садана-ситхи. Простите. Нитя-ситха вечно является приближенным к Кришне, как мы сегодня уже говорили, экспансией его тела. тогда как садана-ситха это обыкновенный человек, который занимается благочестивой деятельностью и следуя регулирующим принципам преданного служения, о котором мы сейчас говорили, поднимается на этот уровень. То есть садана-ситха это чисто преданный Кришне, достигший этого положения в соответствии со своей деятельностью, которую он связывает с наставлениями шастер, ачарьев и самого Кришны. Поэтому и говорится, что он поднимается на этот уровень. Читание Черетам Леди Мадхилили 17-95 в комментариях Шилаправпада пишет «Существует три категории преданных. Первый вечно пребывает на трецедентном уровне, не те ситхи. То есть это те преданные, которые приходят именно с той целью, чтобы служить Господу здесь, проповедовать Его славу и своим примером показывать, как это должно происходить. На них ничего не влияет и не сможет повлиять. На примере Прохлада Махараджа мы это видим. Господь Трисимхадеев предложил все богатства этого мира, от которых отказался Прохлада Махарадж, понимая, что в них нет никакой ценности. Осколки битого стекла, как сказал Дрова Махарадж Господу Нарайе, ибо они ощутили уже этот высший вкус, в котором не чувствуется это материальное, оно содержится, но его не видно, потому что это более высокие отношения и возможность еще лучшего служения Кришне. Они никогда не поменяют его. Поэтому Прохлада Махарадж показывает, как тот, кто стал на путь Бхакти, стал садхакой и движется по направлению к садану ситхи, будет испытывать влияние материального мира в виде соблазнов, которые через семена привязанности к этому материальному миру, вожделения находящихся в нашем сердце, будут испытывать нас, ибо задача Махамайи так и делать, но обретя высшее знание, она становится бессильна, поэтому вторая категория, итак, три категория, о которых привлечил правопада. Первый это вечно пребывающие на трансцендентном уровне нитя ситхи. Вторые достигли трансцендентного уровня благодаря занятию преданным служением садхана ситхи. Мы сейчас их тоже обсуждали. А третье это неофиты, те, кто находятся на пути к совершенству. Садхаки называют их сила прапупада. Садхаки постепенно избавляются от последствий своей кармической деятельности. Бхактирасамлито синхо 1.1.17 описаны следующие свойства бхакти-йоги. Кле-шагни-шубхадамокша лагатукрит. Суд-дур-лабха сандра-нанда бишешатма шри-кришна кашин часа. Даже для начинающих преданное служение является Кле-шагни. даже для них это указывает на то, что они избавляются от всех страданий. Тот, кто начинает, он получает уже сразу начинает получать избавление от тех страданий, которые доставляет ему это материальное существование. Это указывает на то, что оно избавляет от всех страданий. Нет, какого-то конкретного, а от всех. Словосочетание шубада означает, что преданное служение приносит удачу, а словосочетание Кришна акашина кашини свидетельствует о том, что преданное служение постепенно притягивает Кришну к преданному. Вот почему преданный свободен от последствий своих грехов. Чем он ближе к Кришне, тем он дальше от Майи. Как правило, Духовный Учитель это кто-то из числа Вечных Спутников Господа. То, к чему я и вел линию логики, пытаясь показать, какое положение должен и может занимать Духовный Учитель, благодаря описанию в шастрам и пояснению Шилы Праупады. Тем не менее, есть те, кто как раз находятся в положении Саданасит и Шилы Праупада пишет об этом письмо Джонардани в Нью-Йорке 26 апреля 1968 года. Этот стих я приводил уже ранее, но он настолько уникален, настолько большая глубина в этом объяснении, и он очень подходит к сегодняшней теме, помогающей нам понять, что духовные учителя тоже бывают на разных уровнях. Это не должно нас беспокоить на самом деле в определенном смысле, который мы сегодня не будем затрагивать, но мы должны понять, что есть разные категории духовных учителей. Это также нам помогает понять в программе, которая есть в нашем обществе ИСКОН и называется Учеников ИСКОН. Удивительная программа, составленная специально для того, чтобы преданные получили это глубокое знание, данное нам через Шилу Праупада. И так Праупада пишет, как правило, духовный учитель это кто-то из числа вечных спутников Господа. Тем не менее, всякий, кто следует правилам, которые дают такие освобожденные личности, столь же достойный, как и каждый из упомянутой выше группы. Освобожденная чария или гуру не ошибается. Вместе с тем, менее квалифицированные и неосвобожденные личности, которые все же могут действовать в качестве гуру и ачарии в случае строгого соблюдения ими принципа ученической преемственности. То есть, они получают эту квалификацию, но только в тот момент, если они следуют. Поэтому каждый ученик имеет свое конституционное право и положение задавать вопросы к гуру, тем самым пытаясь понять, насколько его наставления соответствуют шастрам. Ибо слепое предание является большой глупостью и многие могут считать, что какая-то личность освобождена и он никогда не делает ошибок. мы должны предаться гуру, это естественно, поняв его качество до того, как мы принимаем его своим духовным учителем и просим прибежища его локтусных слов. Поэтому нам и вменено в обучение получить эту квалификацию и знания, чтобы уметь отличать, кому мы предаемся и какой результат соответственно мы получим. Волна непонимания иногда захлёстывает преданных, объединяясь в этом общем неправильном видении, они могут выражать определенный даже протест, но смотря через призму шастр мы иногда видим обратное. Наша задача в следующем, что мы должны четко для себя понять у кого мы должны брать шикшу. Тогда мы будем защищены самим Кришной, так как об этом говорится в этом письме Щила Прапопады. Если мы соблюдаем принцип ученической преемственности, мы следуем шикше, то мы обязательно получим дикшу, ибо шикша приводит к дикше. И также я хотел бы обратиться еще к одному комментарию в лекции Щилы Прапопады, который я также недавно приводил в Лос-Анджелесе к Щима Багавадхити простите стихам с первого по десятый 25 ноября 68 года, что где Пущила Прапопада говорит, если вы следуете за чистым преданным, вы тоже чистый преданный. Чистота может не быть стопроцентной, поскольку мы пытаемся подняться на добусловленной жизни, но если мы строго следуем чистому преданному, мы также являемся чистыми преданными. Пока мы делаем это, мы остаемся в чистоте. Стать чистым преданным не значит сразу достичь стопроцентной чистоты. Прапада говорит здесь, что этот процесс происходит не сразу. Он часто приводит в комментариях и в своих лекциях пример с вентилятором, который выключают из розетки, и этот вентилятор останавливается не сразу. Поэтому этот путь занимает определенное время, нам нужно просто подождать, следуя тому, о чем нас просят Шива Прапапада и Сам Кришна. Поэтому он и пишет, он говорит, стать чистым преданным не значит сразу достичь стопроцентной чистоты, но если человек твердо следует принципу «я буду следовать чистому преданному», он столь же хорош, как и чистый преданный. И в конце я хотел бы подвести небольшой итог сегодняшнему чтению этого замечательного стиха, где мы должны понять и увидеть как минимум эти вещи, что-то я мог упустить или не обратить внимания, прошу прощения, но я понял и хотел бы поделиться, обсудить это, если будут вопросы, я готов попробовать ответить, если в этом будет моя квалификация, что нитя ситхи приходят в свои хунхи в материальный мир, чтобы на своем примере показать его обитателям, как стать преданным. Второе, пожалуй, это то, что те, кто живет в материальном мире, могут взять пример с таких преданных и обрести стремление вернуться домой к Богу, то есть получить этот вкус. То есть взять пример и получить это стремление как вкус, только служа таким личностям, общаясь с ними, слушая из их уст святое имя, шастры. Третье, нития-ситхи нисходят с вайкунхи по распоряжению верховной личности Бога, то есть они приходят сюда не сами, у них есть определенная задача, цель, и эта цель ставится самим Кришной и своим примером они учат других как стать чистым преданным, как добиться этой чистоты. Нития-ситха не только находится на уровне Брамана, он и действует на этом уровне. Это отличительно от йогов, которые пытаются через медитацию достичь этого уровня, но действовать они так не могут. Здесь мы должны увидеть и понять, что он находится в сознании на этом уровне и действует на этом уровне. Нет разницы. Также он остается безличным к соблазнам этого материального мира, наслаждением, которые могут привлекать его. На примере Прорхлада Махараджа мы это видим, он отказывается от всего. Также желаю, чтобы все поняли, как должен вести себя чистый преданный Господь посылает им испытания в виде материальных искушений. И иногда сам он показывает пример сознания Кришны и отрешенности. как это было с Господом Чайтани. То есть Господь иногда приходит сам, он пришел как преданный Кришны и на своем примере показал, как нужно принять это знание, как его применяет в жизни. Вся жизнь Господа Чайтани является открытой книгой деятельности такого чистого преданного, роль которого играл сам Кришна. Далее один из уроков это то, что когда сам Господь воплощается в этом мире, он не поддается на мирские соблазны и не занимается материальной деятельностью. Он лишь показывает своим примером, как обычные люди могут стать чистыми преданными. Это тоже очень важно заметить. Также Господь посылает своего чистого преданного в этот мир не из корыстных побуждений. То есть Господу не нужно себя прославлять и показывать здесь, даже через чистых преданных. Господь присылает их для того, чтобы через них мы могли получить то, без чего душа в материальном мире будет вечно пребывать и страдать. Чистые преданные тоже приходят сюда не ради достижения каких-то материальных целей. Мы говорили о том, что преданный имеет только одну цель удовлетворить Кришну своим служением и куда бы он посылал в ад или в рай. В материальном мере он всегда придет и будет делать только то, что говорит Кришна, оставаясь сам в сознании Кришны. Аналогично этому Байшна, в который приходит материальный мир по указанию Верховного Господа, своим поведением показывает людям, как им обрести чистую преданность. На этом я позволю себе закончить, если есть какие-то вопросы в чате или потом я с большим удовольствием стараюсь ответить всем, что спасибо. Продолжение следует... окей, пока вопросов нет, на этом я заканчиваю. Давайте прославим Крестную Шимадбхагаватам Грантарат Шимадбхагаватам Ки Джай Чила Прапопад Ки Джай Овропримананды Рипа Нам Ильич Табад Ильич Табад Ильич Табад Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...